Для всех хочу сказать одну простую истину, которая теперь стала законом. Всякий, кто пытается продать голос, купить голос или помешать волеизъявлению людей на выборах, рискует оказаться или со штрафом в несколько тысяч, или рискует оказаться в тюрьме до 8 лет лишения свободы. В течение вчерашней ночи и сегодняшнего дня в силу МВД были оккупированы попытки подвоза так называемых тетушек в ряд округов для организации каруселей и для организации давления на участников избирательного процесса. Три автобуса было задержано на границе с Одесской областью. Такие задержания проводились в Черкасской области и здесь, на территории Киева, в том же 217 округе. Отдельно остановлюсь на ситуации в Кировограде, где на печальном округе, где баллотируется один из одиозных кандидатов, было совершено нападение на кандидатов в народные депутаты, известных журналистов Сергея Рещенко, Мустафу Наема. Я рад сказать, что с ними все в порядке и рад сказать, что один из нападавших уже задержан и дает показания. И думаю, что очень скоро он окажется не в одиночестве. Пожалуй, главное, что я хотел сказать, от себя, как политика из выборчего списка, добавлю простую вещь, что очень рад, что теперь мы в состоянии сформировать проукраинское большинство Верховной Рады, абсолютно состоящее из демократических партий, из партии Майдана. Это даст нам возможность реализовать те непростые реформы, которые нужны для того, чтобы страна из состояния упадка и хаоса, какой была в начале этого года, пришла к процветанию. Уверен, так и будет. Продолжение следует...